Обучиться основам финансовой грамотности, познакомиться с программами по созданию современных игр, послушать лекции преподавателей престижных вузов и получить практические навыки от действующих сотрудников передовых научно-технических компаний, таких как Яндекс или Сони. Все это и многое другое стало доступно для одинцовских школьников благодаря опытному инженеру и педагогу Павлу Йенину. Именно он инициатор и организатор таких полезных вне классных уроков. Сейчас в стране очень мало инженеров в связи с последними десятилетиями, которые проводилась у нас политика. И нам захотелось восполнить этот пробел серьезный, чтобы дети могли получить достойное инженерное образование. Наша задача – предоставить им эту возможность. Организовать такие уникальные лекции и мастер-классы Павлу Йенину помогли участники группы Одинцовской научно-технической инициативы, которая является аналогом Сочинского образовательного центра «Сириус», коллеги из управления образования и педагоги 4-й гимназии. Каждый день такого осеннего образовательного марафона особенный. Есть и день математика, и физика, и финансиста, и даже день виртуальной реальности. У нас есть программа, когда выдающиеся люди ездят по школам и что-то рассказывают. Я не выдающийся, и поэтому приехал по совершенно отдельному приглашению Павла Йенина. И в результате мы сейчас рассказываем о двух треках. Первый трек – это низкоуровневое программирование, и второй трек – это виртуальная и дополненная реальность в ИРАР. Эти уроки сильно отличаются от обычных школьных занятий. Помимо теоретических знаний, они включают в себя практическую часть. Так, на одном из них ребят учили пользоваться программой по созданию современной графики и компьютерных игр. Мне довольно-таки интересно объяснять материал школьникам. Плюс сами школьники довольно-таки заинтересованные. Это очень радует. И правда же, когда объясняешь что-то другим людям, начинаешь лучше это сам понимать. Для меня это довольно-таки большой плюс и довольно интересный опыт. Ребята действительно заинтересовались и с неподдельным вниманием поглощали знания из этой области. Ну, возможно, это как хобби или даже часть будущей профессии. Ну, я хочу связать свою жизнь с информатикой. И как бы неизвестно, какие дебри меня занесет. И, возможно, я буду разработчиком игр. Кто знает, возможно, в будущем эти одаренные школьники действительно станут известными программистами. И весь мир будет играть в игры, которые придумают именно они. Дарья Киреева, Евгений Муравлев, телекомпания Одинцова.